Здравствуйте! Давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. Если есть прямая, так называемая директриса, давайте ее проведем вот так, это наша директриса, и ее уравнение у равен k. Также есть точка, так называемый фокус, с координатами А, В. Тогда геометрическое место точек, которые одинаково удалены от фокуса и от директрисы, имеет приблизительно такую форму. Теперь, чтобы составить уравнение, мы берем любую точку на координатной плоскости х, у. Допустим, вот эту точку х, у. И эти координаты х и у должны удовлетворять условию. Это расстояние до фокуса равно этому расстоянию до директрисы. Мы составили такое уравнение. С помощью формулы расстояния выяснили, чему равно расстояние до фокуса, а потом нашли и расстояние до директрисы. Приравняли эти расстояния, и вот оно уравнение. Потом, путем алгебраических манипуляций, мы привели наше уравнение вот к такому виду. Для всех точек, которые удовлетворяют этому условию, расстояние до фокуса равно расстоянию до директрисы. Так мы удостоверились, что это уравнение параболы. Возможно, уравнение выглядит не совсем так, как мы привыкли видеть, но тем не менее. Посмотрите внимательно на это выражение, это на самом деле парабола. Классический вид уравнения параболы – это у равен х в квадрате. И чем же похожи эти два выражения? В данном случае этот коэффициент перед скобками попросту равен единице. Значит, единица, деленная на 2b-к равна в этом случае единице. Эту единицу я, пожалуй, удалю. Выглядит как еще один квадрат. Коэффициент перед х в квадрате равен единице. А чему равно а? х-а в квадрате – это то же самое, что и х в квадрате. Чему тогда будет равно а? Давайте запишем классическое уравнение параболы немного не так. Возможно, тогда все станет ясно. Итак, у равен х в квадрате, равнозначно уравнению у-0 равно единице умножить на х-0 в квадрате. Теперь уравнения похожи. Надеюсь, вы понимаете, что х и у просто записаны в противоположных частях. Очевидно, что единица, деленная на 2, b-к – это единица перед членом х-0 в квадрате. Этот коэффициент равен единице. А, соответственно, должно равняться 0. Вот эта координата а должна равняться 0. А уравнение этой кривой у равен х в квадрате. А чему равно b плюс к, деленное на 2? Это тоже равно 0. Обратите внимание, я просто поменяла части уравнения местами. В первом выражении мы от у отнимаем вот этот член, а во втором выражении мы от у отнимаем 0. Следовательно, этот член должен быть равен 0. Значит, b плюс к, деленное на 2, равно 0. Мы уже можем, используя эту информацию, вычислить координаты фокусом и записать уравнение директрисы так называемой классической параболы – у равен х в квадрате. На прошлом уроке мы задавались вопросом, какое уравнение описывает все точки, которые одинаково удалены от фокуса и от директрисы. Вот это уравнение. Это уравнение параболы. Здесь же мы поступаем наоборот. Нам известно уравнение параболы, и мы говорим, что эта парабола содержит в себе все точки, равноудаленные от фокуса и от директрисы. Координаты фокуса и уравнения директрисы для этой параболы мы не знаем. А как их найти? Именно это мы сейчас и пытаемся сделать. Сначала мы сопоставили это уравнение параболы и это. Выяснили, чему равны соответствующие элементы. Теперь мы можем найти координаты фокуса и директрисы. b – это ордината фокуса, а k определяет горизонтальную прямую – директрису. Следовательно, если мы выясним, чему равны b и k, то сможем найти и координаты фокуса, и уравнения директрисы. Ну и, конечно, а – абсцисса фокуса. Ну, а искать нам не нужно, ее значение уже есть. Итак, мы знаем, что 1, деленная на 2, b – k равна 1. Будем записывать вот здесь. Отыскивать координаты фокуса и уравнения директрисы таким образом мы будем первый и последний раз, так как потом мы выведем общую формулу, в которую нужно будет только подставлять соответствующее значение. Итак, давайте обе части этого равенства умножим на b-k. В результате мы получим 1 равна 2b-k. Теперь разделим еще обе части на 2. Это будет 1 вторая равна b-k. В уравнении b плюс k, деленное на 2, равно 0, b плюс k, по сути, должно равняться 0. Числитель должен быть равен 0. Давайте-то запишем вот здесь. b плюс k равно 0. Теперь перед нами система двухлинейных уравнений с двумя переменными. Я предлагаю их сложить. В результате k сократятся. Останется только 1 вторая равна 2b. Разделим обе части на 2 и получим b равно 1 четвертой. А чему равно k? Подставим вместо b получившееся значение и вычислим k. Возьмем второе уравнение. 0 равен 1 четвертой плюс k. Можно сразу сказать, чему равно k, а можно отнять 1 четвертую от обеих частей. И отсюда k равно минус 1 четвертой. Давайте теперь изобразим нашу параболу, фокус и директрису. Сначала проводим оси. Это ось х, а это ось у. Нам нужно построить график функции у равен х в квадрате. Я уверена, вы неоднократно видели этот график. Вот приблизительно так он выглядит. Классическая парабола в форме английской буквы У. Вот как-то так. Это парабола, заданная уравнением у равен х в квадрате. Это же уравнение мы могли записать и так. у-0 равен 1 умножить на х-0 в квадрате. Вот эта кривая. И она равноудалена от фокуса. Вот этот фокус. А откуда я знаю, что фокус будет именно здесь, а не здесь или здесь или здесь? Давайте разбираться, где вершина этой параболы. Координаты вершины, как я уже неоднократно говорила, это вот эти значения. Или можно рассуждать по-другому. Какие значения х и у обращают, соответственно, это выражение в 0 и это выражение? Это 0,0. Значит, вершина параболы будет вот здесь, в начале координат. Это вершина. Ее координаты 0,0. Обозначим вершину буквой В. И поскольку ветви параболы направлены вверх, то вершина является точкой минимума. Если бы ветви были направлены вниз, то вершина была бы точкой максимума. Итак, это у нас вершина. А когда мы сопоставляли два уравнения вот здесь, то оказалось, что абсцисса фокуса равна абсциссе вершины. Обратите внимание, здесь у нас х-а в квадрате, а здесь х-0 в квадрате. Следовательно, это значение всегда будет равно этому значению. Другими словами, абсцисса фокуса параболы всегда будет равна абсциссе вершины параболы. Мы выяснили, что а равно 0. Значит, здесь мы можем записать координату 0. А чему равно b? Фокус имеет координаты а, то есть 0 и b. Мы находили b. b равно 1,4. Значит, координаты фокуса 0,1,4. А директриса параболы имеет уравнение вида у равен k. Значение k мы тоже уже вычислили. k равно минус 1,4. Директриса будет проходить где-то здесь. Это прямая у равен минус 1,4. Вроде все правильно. Посмотрите, все так, как надо. Вершина параболы является равноудаленной. Она находится на 1,4 делении ниже фокуса и на 1,4 делении выше директрисы. Вот так наглядно вы можете это проверить. Но, как я уже говорила, не обязательно каждый раз проделывать все эти действия и операции для того, чтобы найти координаты фокуса и директрисы. Давайте попробуем вывести общую формулу для их нахождения. Я все это удалю и еще раз использую эти два уравнения. Итак, попробуем вывести общую формулу. Сначала перепишем это уравнение и поменяем местами левую и правую части. Это то же самое, что и у минус b плюс k, деленное на 2, равно 1, деленное на 2, b минус k, умножить на х минус а в квадрате. Это геометрическое место точек, которые одинаково удалены от директрисы у равно k, и от фокуса а, b. Предположим, нам дана парабола. Я буду использовать другие буквы, чтобы не запутаться. Итак, нам дана парабола у минус у1, и мы знаем, что вершина параболы – это точка с координатами х1, у1. Значит, вершина параболы, уравнение, которое я записываю, имеет вершину в точке х1, у1. Уравнение параболы у минус у1 равно какой-то константе. Назовем ее заглавной буквой а. А большое и а маленькое – это два абсолютно разных параметра. Именно поэтому я и решила разбить эту тему на два занятия. Боялась, что вы запутаетесь. Итак, у минус у1 равно а коэффициенту, можно даже сказать масштабному коэффициенту, умножить на х минус абсцисса вершины, то есть х1, в квадрате. Если мы приведем уравнение параболы вот к такому виду, то как можно будет вычислить а, b и k, координаты директрисы и фокуса? Самый простой способ это сделать – сравнить эти два уравнения. Вот это равно этому, то есть а равно х1. Давайте это запишем. А равно х1. Из этого следует вывод, что абсцисса фокуса равна абсциссе вершины. Далее этот коэффициент а перед скобками соответствует 1, деленное на 2, b-k. Давайте это тоже запишем. а равно 1, деленное на 2, b-k. И, наконец, b плюс k, деленное на 2. Этот член мы отнимаем от у. Здесь же из у вычитается у1. Следовательно, этот член будет равен у1. Запишем. b плюс k, деленное на 2, равно у1. Теперь перед нами два уравнения с двумя неизвестными. Ведь а дано, х1 и у1 тоже даны. Нам нужно найти только b и k. Как же это сделать? Если мы умножим обе части первого уравнения на 2, b-k, то получим b-k, умноженное на а, равно 1 второй. Разделим обе части на а и получим b-k, равно 1, деленное на 2а. Во втором же уравнении давайте умножим обе части на 2. Это будет 2у1 равно b плюс k. Два уравнения с двумя неизвестными. Перепишем второе уравнение вот сюда. b плюс k равно 2у1. Теперь сложим эти два уравнения. В результате получим 2b, k сокращаются. Мы складываем эти два уравнения. Значит, 2b равно 1, деленное на 2а, плюс 2у1. Отсюда b равно… Вы ведь помните, что b – это ордината фокуса параболы, равно 1, деленное на 4а, плюс у1. Интересно получается, если мы координаты вершины параболы прибавим 1, деленное на 4а, получится то же самое, что и в прошлый раз. Похоже, я это удалила. Я напомню, в прошлый раз, когда мы рассматривали уравнение у равно х в квадрате, и у1 был равен 0, а коэффициент был равен 1. Соответственно, ордината фокуса равна 1,4. Все совпадает. Значит, это b. Возьмем в рамочку. Теперь давайте найдем k. Подставим вместо b получившееся выражение вот сюда и выразим k. Итак, 2у1 равно b. То есть 1, деленная на 4а, плюс у1, плюс k. Отнимем у1 от обеих частей. Тогда этого у1 в правой части уже не будет. А в левой части останется только 1у1. Отнимем 1, деленную на 4а, от обеих частей, и получим у1 минус 1, деленная на 4а, равно k. Вот и все. Очень интересно, согласитесь. Конечно, сейчас эти формулы кажутся вам очень запутанными и сложными. Давайте построим график. Возможно, так будет понятнее. Опять-таки нам дана парабола у-у1 равно а умножить на в квадрате. Вот приблизительно так будет выглядеть график этого уравнения. Как видите, я не проводила ни ось х, ни ось у. Это кривая в форме английской буквы «у». Конечно, ветви параболы могут быть направлены и вниз. Но в этот раз мы рассмотрим параболу, ветви которой направлены вверх. Вот уравнение этой параболы. Ее вершина в этой точке, в точке с координатами х1, у1. Какое значение у обращает это выражение в скобках в 0? Это у1. А выражение во вторых скобках будет равно 0, если х будет равен х1. А какое же уравнение у директрисы? Это у равен х. Директриса должна проходить через точку, ордината которой на ¼ меньше ординаты вершины. Точнее, не на ¼, а на ¼ умножить на а, коэффициент перед скобками с х. Следовательно, это расстояние равно 1 делить на 4а. Вот так мы и получили директрису параболы. Ведь у1-1, деленное на 4а, равно к. К равно у1-1, деленное на 4а. Примерно здесь будет директриса параболы. Ее уравнение у равен у1, это ордината вершины, минус 1, деленное на 4а. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Запомните, директриса всегда будет находиться на 1, деленное на 4а, деление ниже вершины параболы. Давайте теперь разбираться с координатами фокуса параболы. Абсцесса фокуса равна абсцессе вершины. Ордината же фокуса равна b. А чтобы найти, где находится b, нужно всего лишь подняться на 1, деленную на 4а, выше вершины параболы. И это логично, ведь вершина должна быть равноудаленной от директрисы и фокуса. Таким образом, фокус имеет координаты х1 и у1 плюс 1, деленное на 4а. По сути, мы поднимаемся на 1, деленную на 4а, вверх от вершины. Рассмотрим пример, чтобы вы окончательно во всем разобрались. Предположим, у нас есть уравнение параболы у-1 равно 2 умножить на х-3 в квадрате. Наше задание – построить график параболы, отметить фокус и провести директрису. Какие координаты вершины параболы? Это 3 и 1. 1, 2, 3 и одно деление вверх. Это точка с координатами . Это вершина. Ветви параболы будут направлены вверх, так как коэффициент перед х в квадрате положительный. В принципе, это можно было и не выяснять, ведь когда мы отметим фокус и проведем директрису, то станет понятно, ветви параболы направлены вверх или вниз. Итак, где будет фокус параболы? Фокус, как мы выяснили, должен находиться на 1, деленную на 4, деление выше вершины. Так как а равно 2, то это будет 1, деленная на 4 умножить на 2, или просто 1 восьмая. Фокус всего на 1 восьмую деление выше вершины. Вот где-то здесь он будет. Он на 1 восьмую выше вершины. А директриса, соответственно, будет находиться на 1 восьмую деление ниже вершины. Вот приблизительно через эту точку она будет проходить. Это директриса, а это фокус. Теперь можно нарисовать и параболу. Она будет выглядеть как-то так. Надеюсь, я вас не запутала. Я просто хотела, чтобы вы поняли, что найти фокус и директрису параболы на самом деле не так сложно, как кажется, если уравнения параболы записаны вот в таком виде. Достаточно только взять этот коэффициент, единицу разделить на 4 и умножить на этот коэффициент, чтобы найти расстояние от вершины до фокуса. Это также будет расстояние и до директрисы. Вот и все. Нет ничего сложного. На этом все. До встречи на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok